МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Февраль 1983 года. Правительственная дача в Горков-10. Объект уже несколько месяцев находится под наблюдением КГБ. Обо всем происходящем докладывают в Кремле. Поздним вечером 19 февраля здесь прозвучал выстрел. Светлана Владимировна Щелокова, жена брежневского министра внутренних дел, покончила жизнь самоубийством. Застрелилась из пистолета мужа. Посмертные записки она не оставила. На следующий день по Москве поползли слухи, один невероятнее другого. Говорили, что жена Щелокова застрелилась сразу после разговора с Юрием Андроповым. Дальше всех предположениях и версиях пошли вражеские радиоголоса. Супруга бывшего министра внутренних дел стреляла в генерального секретаря ЦК КПСС Андропова, а после неудачного покушения застрелилась сама. Это была фантастическая версия. Но именно поэтому ей тогда поверили. В советское время этот дом на Кутузовском проспекте знали почти все москвичи. Здесь был прописан Леонид Брежнев. Через год после того, что произошло на даче в Горках, здесь тоже раздался выстрел. Сосед генерального секретаря, бывший министр МВД, застрелился из охотничьего ружья. Никто не верил в добровольный уход из жизни одного из самых влиятельных деятелей Брежневской эпохи. Шепотом говорили о том, что Щелокова убили. 1966 год. Военный аэродром под Москвой. 9 часов 45 минут. Борт номер 113 поднялся в воздух. Согласно полетному заданию, он должен совершить срочный рейс по маршруту Москва-Кишинев-Москва. По документам, летчики перевозят специальный груз. Хотя на борту самолета нет никакого груза. Там находится только один человек. Кто он, летчики не знают. Согласно приказу, пассажир из Кишинева должен прибыть в Москву не позднее 18 часов. Неизвестному пассажиру, который был налегке, потребовалось всего несколько минут, чтобы сесть в поджидавшую его машину и покинуть военный аэродром. Через 6 дней все сведения об этом секретном рейсе будут уничтожены. И в полетном листе появится запись тренировочный полет. В 19.00 человек из Кишинева прибыл на территорию Кремля. Его ждал для разговора сам генеральный секретарь. Секретный полет по маршруту Москва, Кишинев-Москва, имел самое прямое отношение к тому, что происходило в 1966 году в Кремле. Именно тогда Леонид Ильич Брежнев решил устроить небольшой дворцовый переворот. Взять под свой личный контроль все силовые ведомства Советского Союза. Еще весной Леониду Брежневу был представлен проект указа о создании нового союзного министерства охраны общественного порядка. Его авторы предполагали, что генсек просто завизирует документ. Но тот поступил иначе. Указ о создании нового министерства он подпишет только после разговора с человеком из Кишинева. Фамилия министра в этом документе не будет названа. К этому моменту уже шесть лет в Советском Союзе не существовало министерство внутренних дел. Волевым решением Никиты Хрущева это ведомство было ликвидировано. А вместо него созданы республиканские органы охраны общественного порядка. Советский вождь почему-то решил, что общественную безопасность в стране будет поддерживать сам народ. И без каких-либо специальных ведомств. В первое время очень радовались по этому поводу и говорили, что вот там преступность сокращается и так далее. А потом получили удар от преступного мира. Когда преступность по особо тяжким составам, которые очень трудно скрыть, убийства, прибежи и так далее, выросла, сразу на треть подскочила за год. И тогда они схватили за голову. Перестали сокращать, стали думать, что делать. Предполагалось, что Брежнев просто исправит ошибку своего предшественника Никиты Хрущева и возродит министерство. Посчитали, что на этом роль генерального секретаря закончится. Формировать структуру нового МВД и подбирать кадры будут уже люди из команды бывшего руководителя КГБ. А сейчас всесильного секретаря ЦК Александра Шелепина. Но Брежнев не был бы Брежневым, если бы не почувствовал опасность. Ему нужен был свой, доверенный человек в кресле министра. И такой человек был. Работал в Кишиневе. Только вот раскрывать его имя и фамилию раньше времени никому не следовало. Тогда в высшем руководстве страны были и другие силы, которые хотели контролировать все силовые ведомства. Брежнев об этом знал и вел свою игру. Москва. Служебная квартира КГБ. Доверительный разговор двух людей. Один из собеседников Вадим Тикунов, бывший министр охраны общественного порядка РСФСР. Недавно его освободили от занимаемой должности и теперь он ждет нового назначения. Себя этот человек видит в кресле нового союзного министра. Три месяца назад я подал наверх записку о создании Министерства внутренних дел. Мне до сих пор неизвестно видел ли этот документ генеральный. То ли я не нужен, то ли не нужны союзные министерства. Ты можешь мне что-то сказать? Собеседник Тикунова секретарь ЦК КПСС, член Политбюро Александр Шелепин. В 66-м его считают вторым человеком в Советском Союзе и реальным претендентом на власть. Ему не нравится желание Брежнева взять органы госбезопасности и внутренних дел под личный контроль. Он готов этому противостоять. Он тоже ведет свою игру. Брежнев до сих пор держит фамилию будущего министра в секрете. Скорее всего он назовет кого-нибудь из периферийных товарищей. Ты по этому поводу не волнуйся. В крайнем случае мы поправим его пока нам это удавалось. Через два часа Леонид Брежнев получил запись этого разговора. Пленка убедит его в необходимости еще одного назначения. Не только в МВД, но и в КГБ ему необходим свой человек. И как можно скорее. А участников этой интриги надо вывести из игры. Вадима Тикунова переведут в Министерство иностранных дел. Александра Шелепина со временем отправят в почетную отставку руководить Советскими профсоюзами. 17 сентября 1966 года. На первых полосах газет указ Верховного Совета СССР о назначении министром охраны общественного порядка будущего МВД Щелокова Николая Анисиновича. Занимать эту должность он будет 16 лет. Утром 23 сентября новый министр вошел в это здание на Огарево 6. Сейчас это газетный переулок. Документов почему-то у него никто не спросил. И он спокойно проследовал свой кабинет. В 13.00 этого же дня Щелоков собирает у себя первые заседания коллегии. Оказывается сюда можно войти просто так. Больше этого не будет. Давайте договоримся. Я был последним человеком кто вошел в это здание без предъявления документов. Вас должны любить и бояться. Многие запомнили эти слова министра потом они станут крылатыми. Милицию должны любить и бояться. Слова министра запомнят сотрудники МВД. Нас должны любить и бояться. Первый приказ Щелокова в роли министра был какой? Один из первых приказов о культурном и вежливом обращении с гражданами. Это через 13 лет после смерти Берии. Это же НКВД дух оттуда не выветрился. Понимаете? Это его был приказ первый. Это был сигнал всему МВД как надо работать. Щелоков Николай Анисимович 1910 года рождения. Земляк Леонида Брежнева участник войны полковник. С 1951 на партийной государственной работе в Молдавии. В Москве бывает редко. С 1965 второй секретарь ЦК Компартии Молдавии. С 1967 года министр внутренних дел Советского Союза. Главная задача которую ему ставил Брежнев это были в основном две задачи. Первая это быть неким противовесом комитета государственной безопасности потому что уроки Хрущева он усвоил. Нельзя яйца в одну корзину складывать. И вторая задача была это давая стране угля. То есть Министерство внутренних дел как оно было позднее поименовано был одним из крупнейших хозяйственных министерств страны. входил в пятерку благодаря заключенным. Брежнев собственно так и обосновывал это решение. Он говорил что у Щелкова большой хозяйственный опыт он инженер и так далее. Он подходит для этой должности. Леониду Брежневу нужен был человек которому можно было доверять и которого пока не знали в номенклатурной Москве. Поэтому генсек и выбрал Щелкова. До конца неизвестны все обстоятельства приглашения Щелкова на этот пост. Но поскольку Брежнев и Щелков были знакомы с очень давних времен они вместе работали в Кишиневе они были знакомы еще до войны то Брежнев его достаточно хорошо знал по работе и я думаю что конечно основной мотив назначения был тот что этот человек ему во-первых близок у них были дружеские отношения и он просто знал что человек умел работать потому что человек 16 лет возгорел промышленность он промышленность возгорел Молдавии и малоизвестный факт что например известная бутылка белый аист это Щелковская это как бы такой вклад в народную культуру будучи за границей на выставке он привез оттуда бутылку и в эту бутылку стали разливать молдавский коньяк вот это Щелковское такое изобретение в 67 году состоится еще одно важное кадровое назначение председателем КГБ СССР станет Юрий Владимирович Андропов приход к власти как раз был одновременно двух фигур довольно противоречивых это Андропова на должность представителя КГБ они пришли почти одновременно Щелокова на министерство Андропов был чисто партийным работником Щелоков был тоже по сути телопартийно советским работником участником великой Честной Медии второй были то есть блестящей биографией Небольшой дворцовый переворот завершился полной победой Брежнева после прихода к власти он смог взять под личный контроль органы внутренних дел и госбезопасности назначив на ключевые посты своих людей Юрия Андропова и Николая Щелокова теперь вся деятельность двух силовых ведомств будет связана с их именами ни о каком личном противостоянии пока и речи нет 1967 в городах Фрунзе и Чемкенте произошли беспорядки разгромлены местные отделения милиции здания городского суда и прокуратуры во Фрунзе и Чемкент введены войска в двух советских республиках Узбекистане и Киргизии фактически действует режим чрезвычайного положения это тревожный сигнал для только что назначенных руководителей ведомство нужно укреплять и реформировать первое что сделал Щелоков отправился в поездку по нескольким республикам и областям знакомился с положением дел на местах эта командировка произвела на него удручающее впечатление он очень быстро вошел в курс дела он поехал я не помню по-моему в одну из республик кто в Кабардино-Балкаре или где там посмотрел на милицию которая была в этих шинелленках кто так кто в куртках он приехал рассказывал приехал я и смотрел что же это за милиция наша один так говорит надо же нашу милицию помыть и одеть милицейская реформа началась с повышения денежного довольствия сотрудников замены старой формы на новую увеличение численности внутренних войск мвд щелоков хорошо понимал зачем он это делает колонист это не случайно потому что это была та опора которая в случае какого-то государственного переворота или каких-то очень сложных коллизий на вершине власти они ведь сопровождали всю жизнь Хрущева это и заговор Шелепина Маленкова Кагановича и все что было в последующем то есть власть предстоящим нужна была какая-то опора какая-то силовая опора в 1967 году автомобиль Щелокова попал в аварию какая-то машина грубо подрезала его но Щелоков не стал настаивать на специальном служебном расследовании поскольку воспринял все это как некое предупреждение вечером ему позвонил Брежнев он сказал с этого момента ты должен по всем вопросам замыкаться только на меня никого не бойся нам нужно создать сильное министерство и помни мы же с тобой друзья с этого времени любая служебная записка Николая Щелокова минуя аппарат будет поступать лично генеральному секретарю Щелков готовил документ шел докладывал его первому лицу и уже когда получил согласие тогда документ проходил аппаратную проработку было и так и нередко было и так когда решила принципиально еще Леонид Брежнев подписал 16 специальных распоряжений о материальном обеспечении и улучшении технического состояния внутренних войск МВД так внутренние органы страны не баловал даже Иосиф Сталин в результате милиция органы внутренних дел внутренние войска которые тогда и сейчас входили в систему МВД они за это время за время работы Щелокова они качественно преобразились они стали иными и как в народе говорят Щелоков поднял милицию из грязи из-за чуханности у нового министра много свежих идей по поводу того как реформировать МВД генеральный секретарь ЦК их пока поддерживает но Щелоков думает не только об экономике его очередной идеей становится профилактика Он считает что с преступлениями надо не только бороться их можно своевременно предотвращать У нас всегда политика карательная но еще Беккария по-моему давай уж так далеко не будем возьмем Белинского поближе сказал что лучше предотвратить преступления чем заоны наказывать так вот Щелоков в 1974 году вводит систему профилактики в стране то есть профилактика преступлений чтобы не сажать а профилактировать что такое профилактировать была индивидуальная профилактика люди которые вели антиобщественный образ жизни и могли совершить преступления состояли на учетах с ними работали помогали семьям свою деятельность в МВД Щелоков начинал как реформатор это была выигрышная позиция за ошибки предшественника новый министр не отвечал был укреплен престиж милиции в милицию люди пошли при Щелке я например шел не по путев комсомолах где я по зову сердца шел в милицию и до сих пор не жалею кстати вот и много так пришло людей из-за романтики из-за того что хотели работать новый министр внимательно прислушивался и к мнению милицейских профессионалов это проявилось в так называемой истории с резиновыми дубинками в 67 году советским милиционерам они не понравились когда дубинки ввели в 67 году то в 68 их отменили почему да потому что народ который недемократичный и государство недемократичное возмутился и сказал как коммунизм строим с дубинками да вы что а мы работники милиции не могли работать с дубинкой вот я носил дубинку я не мог ударить человека вот так меня воспитали Щелоков услышал мнение рядовых сотрудников МВД и специальным приказом отменил применение резиновой дубинки новый министр формировал новый образ народной милиции по его мнению она должна была существенно отличаться от старой улица большого города каждый занят своим делом и никто не нарушает спокойное течение жизни никто на улице задержан пьяный хулиган и доставлен в отделение милиции эти люди затевали скандалы и драки нарушали общественный порядок я могу заплатить а зачем сообщать там туда за мелкое хулиганство штраф 30 рублей а злостных хулиганов ждет тюрьма голые койки и строгий рацион черный хлеб соль и вода исправительные работы научат многих уважать законы социалистического общества указ президиума Верховного Совета Союза СССР является действенной мерой в борьбе с правонарушителями теперь не будет пощады тем кто злостно нарушает общественный порядок и мешает нормальной о работе и отдыху советских людей с укреплением МВД росло и влияние Щелокова менее чем за два года сделана стремительная по советским меркам партийно-государственная карьера и это только начало из официальных сообщений 66-й год Николай Щелоков избран кандидатом в члены ЦК КПСС 67-й год Щелокову Николаю Анисимовичу присвоено звание генерал-полковника 68-й избран членом Центрального комитета КПСС также стремительно развивается карьера Юрия Андропова в 67-м году он поднялся даже на ступеньку выше стал кандидатом в члены Политбюро Щелокову таких политических высот достичь не удалось его сила была в другом Москва 1967-й год здание ЦК КПСС на старой площади охрану объекта номер один обычно несли сотрудники КГБ в октябре произошло экстраординарное событие рядом с комитетчиками охранявшими здание появились люди в форме внутренних войск отныне по личному распоряжению Леонида Брежнева так будет всегда это стало причиной столкновения двух главных силовых министров Брежневской эпохи Андропова и Щелокова замысел генерального секретаря понятен создать реальный противовес комитету государственной безопасности как бы сказали сейчас организовать систему сдержек и противовесов поэтому он и поддерживал Николая Щелокова и его министерство Андропов несмотря на то что сегодня говорят о его близости к Брежневу и его дружбе с Брежневым все-таки никогда не был к Неновичу близок так как был близок к нему Николай Семенович Щелоков председатель КГБ Юрий Андропов одним из первых в советском руководстве понял какой сильной политической фигурой в окружении Брежнева стал Николай Щелоков вечером в кабинете Щелокова зазвонил телефон на проводе был новый министр внутренних дел Грузии Эдуард Шеварнадзе он просил Щелокова принять его с докладом о злоупотреблениях первого секретаря ЦК Компартии Грузии Мжеванадзе при этом просил обеспечить его собственную безопасность и уже через день Эдуард Шеварнадзе был в этом кабинете с документом Когда Шеварнадзе стал министром внутренних дел он стал наводить там порядок Это видно не понравилось властям Грузии в то время был еще Жеванадзе в власти Потом его жена правила Грузию ее звали уже царицей Самарой и стоял вопрос о том что наверное Шеварнадзе надо снимать с должности Шеварнадзе доложил Николай Анисимович материалы которые он там собрал и прочее Они созвонились с Бризневым и они показали ему этот документ Ну последовало снятие Жеванадзе с должности первого секретаря Грузинское дело показало всю силу Щелокова Глава МВД оказывается может сменить руководство целой республики Шефу КГБ впервые сделан публичный выговор Когда Брежнев узнал об этом то он Андропову сказал что я должен от тебя узнавать такие вещи а я узнаю от министерства но ты не в дел Это тоже конечно неприятно Андропову было После грузинского дела противостояние Юрия Андропова и Николая Щелокова приобрело жесткий принципиальный характер председатель КГБ СССР дал негласное распоряжение проводить специальные мероприятия в отношении руководящих сотрудников МВД Андропов выдал совершенно секретный документ для своих сотрудников областных и прочих чтобы собирать компромат руководителей Министерства внутренних дел и на руководителей милиции местного подчинения Брежневский министр внутренних дел об этом распоряжении знал но тогда это его не беспокоило Свою идеологическую программу заявленную на первой коллегии МВД нас должны любить и бояться министр смог притворить в жизнь в 70-е годы в глазах народа милиция должна выглядеть красиво он даже смог подружиться с творческой интеллигенцией как и бы она боялась а с ведомством Щелокова готова была дружить и сотрудничать конечно таинственная контора Юрия Владимирович Андропова которая везде присутствовала в каждом доме в каждом телефоне разговаривая включали воду в ванне и так далее но это уже был психоз другое дело что никто это наверное это не происходило но до такой степени запугали людей а с милицией можно было разговаривать это были те люди которые ну бок о бок работали вот они выносили всю грязь пьянь безобразие все вот это они разгребали с некоторыми советских мастеров искусств у Николая Щелокова были особые отношения на его дружбе с ними не отражались ни политическая конъюнктура ни решения ЦК среди тех с кем он дружил и кого поддерживал были Стислав Ростропович Галина Вишневская Александр Солженицын Щелоков в 71-м году написал письмо в ЦК в защиту Солженицына а тогда после того как ему присудили Нобелевскую премию вопрос о чем либо его выдворить за границу как литературного власовца и так далее либо его законопатить на север где он там умрет его никто не найдет и так далее вот и Щелоков в этой ситуации это неизвестный факт не рассказывала Галина Павловна как происходила сама подготовка письма Щелоков он написал по собственной инициативе он писал его сам он ей прочитал перед тем как отправить в ЦК там речь шла о том в этом письме что не надо его озлоблять наоборот он дает квартиру обогрей и так далее вот конечно это были наивные предложения только благодаря Щелокову Солженицын мог какое-то время жить на даче Ростроповича и Вишневской когда они в опалу попали Щелоков им помогал в 70-м году Щелоков когда уже совсем плохо обстояли дела у Вишневской и Ростроповича после того как они привестили Солженицына Щелоков сделал следующую вещь он пробил Вишневской орден Ленина в связи со столетием Ленина и ее она была совершенно изумлена как она мне рассказывает она говорит мы были уже полный изгой вдруг мне дают орден Ленина то есть до какой-то момент это поддержало и сам факт что Солженицын жил у Ростроповича на даче в секретном поселке физиков где он встречался с Сахаровым и так далее это могло быть только потому что пропиской в то время ведало МВД все эти связи и знакомства отслеживались КГБ однако нет никаких данных что шеф антидиссидентского ведомства использовал их в подковерной борьбе против министра Щелок дружить этот человек умел Юрий Андропов таких широких и демонстративных контактов с интеллигенцией себе не позволял высокое положение члена политбюро ограничивало его да и характер у него был другой в середине 70-х годов на телевизионный экран страны вышел один из первых советских сериалов рожденная революция он имел как тогда говорили всесоюзный успех его смотрела вся страна Николай Щелоков одним из первых в советское время уловил какие огромные возможности тает в себе хороший пиар именно с его подачи лучшие режиссеры сценаристы писатели стали работать над образом положительным образом работника советской милиции ну а сам главный милиционер содействовал в получении ими престижных творческих премий так МВД выдвинуло на государственную премию телесериал рожденная революцией и роман Вилли Лепатова деревенский детектив с его участковым Анискиным на ленинскую премию Сергея Михалкова за его дядю Степа кстати Щелоков заказал документальный фильм и о себе многие увидели в этом тщеславие министра и даже определенные политические амбиции С 68-го года Щелоков регулярно вел свои дневники иногда надиктовывал текст иногда писал от руки у него был явный дар литератора заглянуть в эти тетради хотели многие из дневника Николая Щелокова не ошибающихся людей и беда не в том что человек ошибается беда в том что человек ошибается и не может исправить свою ошибку конец 70-х годов ведомство Щелокова превратилось в силового монстра со своими войсками своим следственным аппаратом и своими специальными подразделениями укрепляя МВД он пошел дальше своих предшественников дальше Берии он начал протаскивать идею о том что рядовые сотрудники милиции могут привлекаться к уголовной ответственности в случае возникновения подозрения о совершении преступления только с согласия начальника МВД а офицерский состав только с согласия министра если бы такое решение было принято МВД вышло бы из-под контроля Брежнев этот документ не подписал это не просто так что фаворит Брежнева пришел что там сказал от куража и так далее там все было там все были фавориты у Леонидовича в какой-то момент в окружении все были фавориты там не разгуляешься в этом плане тот же Андропов по воспоминаниям Чурбана он был Брежнев гораздо ближе чем Щелоков 1980 год 70-летие Щелокова на министра пролился дождь на град от звания героя социалистического труда до почетного пожарного в том же году произошло событие окончательно сделавшее врагами Щелокова и Андропова в Москве пропал ответственный работник КГБ СССР заместитель начальника секретариата председателя майор Афанасьев пусть не в очень высоких чинах но при достаточно большой должности ну только подумать что начальник секретариата вот это в общем-то ну скажем так или правая или левая рука председателя началось расследование то я бы никогда не смог расследовать этого дела да если бы не лично Андропов почему я объясняю началось все с попыток моей дискредитации с препятствия расследования этого дела с попыток спровоцировать втянуть меня в очень грязные неприглядные вещи на первоначальном этапе расследования только для того чтобы не последовало разоблачение не последовало арестов Андропову доложили что в день своего 40-летия майор Афанасьев пропал в московском метро 3 января придя на работу на Лубянке я обратил внимание на то что перед около входа около подъезда вывешен некролог я посмотрел лицо мне показалось знакомым но главное что удивило что в общем-то человек изображенный на фотографии был сравнительно молод как выяснило следствие Афанасьев был убит милиционерами они вывезли его тело за город и спрятали в 71-м году только пришел на службу в органы государственной безопасности и меня я был удивлен я вам скажу удивлен когда более старшие товарищи ну где-то так лет на 5-6 меня постарше уже для меня уже деды скажем так когда говорили что не дай бог тебе вообще вот попасться в руки нашей московской милиции я говорю ну как ну вроде мы делаем одно дело в общем дело об убийстве Наждановской стало приобретать скандальный характер тем более что подозреваемыми в убийстве были сотрудники всесильного ведомства Щелокова избили человека до такой степени что после этого он прожил в общем-то очень недолго ну решили замести следы поэтому тело было выброшено по-моему где-то так километрах в 15 от собственно места происшествия документы были оказались в другом месте а собственно при теле при трупе была только справка из поликлиники в которой было указано значит его фамилия то что он ну поскольку это поликлиника КГБ то ясно что это было значит речь шла о сотруднике комитета госбезопасности это убийство как бы подвело черту под отношениями руководителей двух силовых структур страны из дневника Николая Щелокова люди всегда требуют более строгих законов для преступников и их надо понять нельзя простить убийцу бандита но нельзя превращать закон в гильотину обстоятельства убийства майора Афанасьева были тщательно расследованы трое преступников приговорены к высшей мере наказания остальные к разным срокам заключения все они были сотрудниками МВД авторитет ведомства Щелокова и милиции заметно потускнел В конце 70-х годов в стареющем руководстве страны были только два человека которые ясно представляли положение дел в Союзе им это полагалось по должности глава МВД Николай Щелоков и председатель КГБ Юрий Андропов Москва 10 ноября 1982 года в этот день был отменен традиционный концерт в честь дня советской милиции концерт который находился под особой опекой Щелокова он лично отбирал для этого вечера самых талантливых исполнителей из экстренного сообщения ТАСС после тяжелой продолжительной болезни скончался выдающийся деятель международного и коммунистического движения генеральный секретарь центрального комитета коммунистической партии советского союза Леонид Ильич Брежнев внеочередной ноябрьский пленум избрал генеральным секретарем ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова первая отставка последовала в декабре Николай Щелоков освобожден от обязанности министра внутренних дел Советского Союза у Андропова были какие-то основания предъявлять претензии и к жене Щелокова и может быть к самому Щелокову но в данном случае я считаю что и надо было сказать в Центральном комитете партии в Центральном комитете партии если там были какие-то весомые моменты наверное сделали бы замечание Щелокова и все бы стало на свое место Андропов почему-то этого не сделал а сделал это уже тогда когда стал по-моему это некрасивое явление когда уже стал генеральным секретарем вот тогда он предъявил претензии к Щелокову первым из ближайшего окружения министра был арестован начальник хозяйственного управления МВД генерал Калинин на его показаниях и будет построено обвинение против Щелокова впервые прозвучит украденная министром сумма 67 тысяч рублей главный хозяйственник МВД генерал Калинин отчитываясь о финансовых нарушениях в своем управлении все валил на Щелокова министра можно было обвинить в систематическом злоупотреблении служебном положении в том что государственное имущество и ценности переходили в собственность его семьи и родственников среди таких объектов и ценностей значились несколько дач произведения искусства ювелирные изделия автомобиль Мерседес Бенц а история с Мерседесом такова Леонид Ильич подарил Игорю Мерседес есть фотографии где Леонид Ильич передает Игорю Игорь стоит рядом передает Мерседес и часть Мерседеса так в материалах дела появились имена членов семьи Щелокова если это из стулы то обязательно ружье унесут уже там наверное десятки этих ружей но несут если это значит вот аппарат кто-то еще там что делает принимая московских гостей местная номенклатура внимательно следила за тем что именно им нравится потом это оформлялось в качестве подарков и отправлялось в Москву следователи выяснили что в поселке Болшево Московской области и в деревне Редькино Калининской области приобретены две дачи оформленные на близких родственников Щелокова факт приобретения дачи строений никто не отрицал в 70-е годы это стало номенклатурной модой иметь свои собственные а не казенные дома и домики с дачами это вообще ерунда огромная это было надуманное совершенно непроверенное дело но поскольку поскольку дачи были на лицо значит надо было найти компромат первой в семье Щелоковых не выдержала клеветы и слухов супруга министра молва сделала ее злым гением Николая Анисимовича якобы именно из-за нее он и пошел на служебное злоупотребление Светлана Владимировна по отзывам была женщина волевая может быть даже авторитарная вот она фронтовичка у нее боевые ордена она фронтовая медсестра всю жизнь работавшая женщина вот и такой факт когда Ростропович в 74-м году уезжал за границу он давал прощальный концерт в Москве естественно на этот концерт были приглашены все чиновники в том числе Советского Союза естественно никто из них не пришел и на первых рядах сидит Галина Павловна а рядом пустые места Светлана Владимировна заходит демонстративно садится рядом и слушает этот концерт это был такой демонстративный жест поддержки познакомились они в годы войны брак оказался счастливым несмотря на разницу в возрасте 13 лет и положении тогда он уже был заместителем министра Украины а она фронтовой медсестрой студенткой 19 февраля 1983 года горки 10 правительственная дача подмосковную тишину разорвал выстрел Светлана Владимировна Щелокова супруга бывшего министра внутренних дел покончила жизнь самоубийством это мне рассказывала бывшая моя работница повариха вот сейчас ей царство небесное нет ее вот что Светлана Владимировна сказала я приму весь удар на себя вот эти все неприятности она имела ввиду я спасу вас страшный смысл фразы стал понятен позднее она пыталась спасти репутацию семьи и мужа самоубийство произвело обратный эффект теперь молва обвиняла ее во всем в крушении карьеры мужа в стяжательстве даже в покушении на жизнь Андропова через несколько лет после событий эти бытовые слухи и вымыслы будут растиражированы в массовых советских изданиях произойдет это при новом генеральном секретаре ЦК КПСС инициаторе перестройки Михаиле Горбачевой в 83-м году следователи главной военной прокуратуры СССР дадут по факту смерти Светланы Владимировны Поповой Щелоковой официальное заключение самоубийство на почве глубокой эмоциональной депрессии всех кто пришел на похороны Светланы Владимировны снимали и фотографировали наверное сотрудники КГБ или прокуратуры вообще прийти на эти похороны тогда было уже поступком имя Щелокова было под запретом кресло министра МВД занял Виталий Федорчук конечно Федорчук пришел для того чтобы значит отыграться на Щелокове и это от него пошло выражение Щелоковщина Первый вопрос мне в лоб а вот какого вы мнение о бывшем министре я говорю товарищ министр вы мне извините но кто мне дал право давать оценку партийному государственному деятелю вы меня спросите о моих подчиненных ну куда бы там не было коллегах какой он партийный какой он государственный да он жулик у него около 10 мерседесов на даче ну а я возьми сходу и отвечаю мне извините я ни на квартире ни на даче у министра никогда не был машины его не считал я знаю что он ездил на чайке 1104 на которой ездите вы новый министр бил по Щелокову а удар пришелся по всей структуре МВД Николай Анисимовичу были мощные враги часть из них это аппарат не оперативный состав а аппарат прежде всего КГБ который как известно формировался в основном за счет отставных партийных работников в МВД шли разные люди по разным каналам а из партии в основном шли туда вот это раз затем его могущественные враги оказались в самом МВД после того как назначили Федорчука на его место вот Федорчук вообще был самый ярый его враг который там буквально рыл носом земля как холтуф и искали там все что только можно щелоков застрелился 13 декабря 84 года его целенаправленно и последовательно выдавливали из жизни бывший министр был исключен из партии лишен воинского звания генерала армии и всех государственных наград все эти меры были предприняты еще до суда Николай Анисивович Щелоков оставил предсмертную записку которую написал за несколько дней до рокового выстрела в ней он просил оградить свою семью от клеветы это была его единственная просьба партийному руководству выполнять эту просьбу конечно никто не собирался смерть Щелокова устраивала партийную верхушку опальному министру не раз намекали на это несмотря на то что самоубийство Щелокова произошло при казалось бы очевидных обстоятельствах время от времени всплывает версия что всесильного министра убрали люди из ведомства Андропова несмотря на все доводы которые приводят ее сторонники сотрудники КГБ никакого отношения к смерти опального министра не имеют Щелокова методично подводили к решению покончить с собой постепенно обрывая все ниточки которые связывали его с жизнью он не был трусом чтобы уйти из жизни так как он ушел требовалась воля сильная воля у Щелокова она была брежневская эпоха стремительно уходила в историю и в этот переломный момент опальный министр мешал уже всем как старой партийной элите так и нарождающейся новой которая очень быстро превратит его имя в символ эпохи застоль многолетняя личная близость Щелокова к Брежневу и его семье оказалась для него смертельно опасной самоубийственной это редкая запись выступления Николая Щелокова на юбилее советской милиции прошло много лет но она удивительно актуальна звучит и сегодня следователь должен не только правильно разобраться в данном конкретном деле но и правильно оценить людей конкретных юновников выявить условия причины преступления и он должен суметь сделать это так убедительно на основе установленных акций чтобы не только он сам но и те дела которые он исследует были бы убеждены с правильным стилем выводом что уже это нашло подтверждение справедливое решение суда ничто как не оскорбляет и не вызывает обиды у человека как не справедливость необоснованное обвинение так как не оскорбляет и не вызывает